Вечные двигатели уже давно существуют, но все это дело скрывается от народа. Сегодня пойдет речь о вечных двигателях, бесплатной энергии, которую не дают и скрывают от народа. Это, друзья, запрещенный генератор бесплатной энергии. Он ничего не потребляет, но при этом выдает электрическую энергию, а также является исцеляющим изобретением. Всем привет, с вами Рафаэль Анриэл. И сегодня в видео вы увидите запрещенный генератор бесплатной энергии. Мы посмотрим на человека, который создал генератор бесплатной бесконечной энергии, а также это устройство позволяет исцелиться. Ну что, друзья, а вы ставьте лайки, а также не забывайте распространять это видео. Потому что об этой технологии должно узнать как можно больше народа. Ну что ж, а мы приступаем. Изобретатель с канала Страж Света создал запрещенный генератор бесплатной энергии. И сейчас мы посмотрим, как он работает, а также объяснение самого автора. Но самое что интересное, друзья, что подобные генераторы уже давно существуют, но просто от нас все пытаются утаить. И поэтому, друзья, чтобы видео не заблокировали, как можно быстрее распространяйте, чтобы как можно больше народу смогло увидеть это видео. Также пишите ваши комментарии. Также, друзья, не забывайте, все ссылки будут в описании под видео, на автора и на другие ролики. Проводим еще один эксперимент. Сейчас вы видите показания прибора 16 вольт. Мы через выпрямитель, вот он, подключен выпрямитель. Через выпрямитель заряжаем конденсатор. Напряжение на конденсаторе 5,05 вольта. Мы заряжаем напрямую. Прибор выдает 16 вольт. Потеря через выпрямитель 5,05 вольта. Сейчас подключу свои кольца и покажу. Сейчас вот ток есть. То есть мы заряжаем конденсатор. Отсюда ток идет, он не равен нулю. Вот сейчас я покажу вам, что будет, если подключить мои кольца. Итак, друзья, подключены кольца. Кольца подключены через амперметр. Амперметр показывает значение, близкое к нулю. Сейчас я немножечко подрихтую. Смотрите, я настраиваю. Вот, и ток вообще равен нулю. Я немножко частоту подрихтовал. И вот сейчас кольца работают. Вот, видно они. Индикатор показывает наличие довольно мощного электрического поля. О, видите, да? Какое расстояние. Санциметров 25 точно есть. Индикатор показывает наличие поля. Я думаю, он очень ярко горит. То есть поле есть, тока нет. Сейчас подключим зарядку конденсатора. Так, я подключил зарядку конденсатора. Вот у нас идет со съемника, со съемной катушки. Идет на выпрямитель, на конденсатор. И показания напряжения на конденсаторе примерно около 4,5. Ну, сейчас догонит, он медленно заряжает. Вот показываю показания. Те же самые 16 вольт. То есть тока нет. Здесь на питании, на катушке подкачки тока нет. На катушке съема ток есть. Может, я, конечно, что-то не понимаю. Но я думаю, что это, в общем, вполне себе приличная предпосылка к созданию БТГ, бестопливного генератора. В общем, будем пробовать. И теперь самая главная особенность. То есть сейчас вы это начнете кричать, что такого быть не может. То есть я вам показал, да, что ток на входе равен нулю. Вот, на выходе ток есть. А теперь смотрите внимательно. Сейчас вот такое мощное электрическое поле, которое я тут показывал, оно будет усиливаться, если я буду добавлять еще такие кольца в систему. То есть они довольно дорогие, они мне обходятся в копеечку, поэтому я могу их только по нескольку штук в месяц сделать. Вот. Но если их сюда еще несколько штук добавить, то поле усилится при нулевом токе питания, а вот на съеме ток можно будет сделать больше. То есть вот так оно и работает. Сейчас я покажу вам сверх единицу, как обещал. Ну, сначала схему, потому что тут какой-то местный дурачок пишет, что я изомеры производить не умею. Итак, я просто не понимаю, что тут может быть сложного. Амперметр включается последовательно, вольтметр параллельно. Заряжаю сейчас два конденсатора. Вот, включенные также параллельно. Вот обмотка подкачки, обмотка съема. Вот здесь вот стоят мои кольца, вот на этой трубе. Итак, переходим. Сейчас уже конденсаторы зарядились. Вот, все работает. Сейчас покажу вам наличие электрического поля имеется. Вот, ток на обмотке подкачки, вот на этой, равен нулю. Вот, напряжение, давайте посмотрим. Напряжение 17,5 вольт. То есть на входе, видите, 16 вольт. На выходе 17,5. Причем, смотрите, ток на этой обмотке равен нулю. На этой обмотке съема не равен нулю. То есть это подкачка. То есть вот этим запитывается вся эта конструкция. Вот это снимает. То есть здесь заряжаются конденсаторы. Тут ток не равен нулю. И напряжение больше. То есть я не знаю, что еще надо. Вот какие доказательства. Явная сверх единица. То есть затратил я 0 ватт, получил я, блин, на выходе несколько ватт. Вот. Итак, сейчас я хотел тут еще кое-что показать. А конкретно... Так, так, так. Вот. Странно. Странно. Ладно, я еще до конца не разобрался с этим устройством. Так, смотрю. Уже ток появился. Вот стоит только подождать или дотронуться до проводов, ток появляется. Вот. Приходится настраивать. Итак, заряд на конденсаторе 17,5 вольт. Он держится. Ну, давайте покажу вам ток тогда. Раз меня что-то клинануло, я думаю, в следующем видео покажу вам, как можно увеличить сверх единицу. А сейчас, смотрите, сейчас будем разряжать конденсатор. А, все, уже разрядился. Видите, заряд растет. 3 вольта, 4 вольта. То есть ток есть. Ток, естественно, появился и на обмотке подкачки. Но мы сейчас его можем легко убрать. Сейчас я частоту немножечко поднастрою. Вот я сейчас меняю частоту. Раз, тока почти нет. Можно постоянно менять частоту. Здесь, возможно, нужна автоматика. То есть меняем частоту, чтобы поддерживать нулевой ток. При этом заряд на конденсаторе продолжает расти. И при нулевом токе, то есть вот я буду постоянно поддерживать ноль, заряд, как вы видите, на конденсаторе растет. То есть если мы модулируем постоянно частоту, поддерживаем, то здесь будет всегда ток равен нулю, а здесь ток не будет равен нулю. То есть вот она, ваша сверх единица, за которую тут меня принялись ругать. Вот. Сейчас я немножечко с модуляцией поработаю. И в следующем ролике я вам покажу, как можно эту сверх единицу усилить.